Сюда приходят ребята, чтобы повстречаться со своими любимыми сказочными героями. И с Аладдином, и с мальчиком с Пальчиком. И с Осликом, и а-и-а. Конечно. Посмотри, Клёпа, как много полок с книжками. Здесь ребята могут выбрать новую книжку, а вот здесь посидеть и почитать. А библиотекарь всегда поможет выбрать что-то интересное. Татьяна Кирилловна, а можно заглянуть вон в те сказки? Ну, конечно, и резко можно. Татьяна Кирилловна, мне бы очень хотелось попасть вот в эту сказку. Потому что мне кажется, что в этой сказке есть чем полакомиться. Жили-были дед и баба. Это я, Татьяна Кирилловна. Нет, нет, нет. Дедушкой будет Лёвушкин, держи. А бабушкой Юра. Одевайтесь. И была у них внучка Машенька. Ну, конечно, конечно, это я. Я очень похожа на внучку. Машенькой будет и риска. Держи. А я кем буду? Однажды Машенька пошла в лес по грибы и заблудилась. И повстречался ей медведь. Нет, Татьяна Кирилловна, не хочу я быть медведем. Ну что, я совсем на него не похож. Ну почему? По-моему, очень похож. Даже такого цвета. Ой, какой хороший, добрый медведь. Повстречался Машенький медведь, и Машенька, конечно же, ужасно испугалась. Ой! Здравствуй, Миша. Здравствуй, Машенька. Ой, не надо, Миша. Не ешь меня, хорошо? Ну к чему такие крайности? Ты будешь у меня жить в избушке и печь мне пирожки. А также будешь рассказывать мне сказки и подметать в избушке. Правильно я говорю, Татьяна Кирилловна? Примерно так, Клёпа. Ой, да я же не Клёпа. Я медведь. Во, медведь. Во, буква М. Ну хорошо, Миша. А бабушка с дедушкой ждут Машу и горюют. Миш, а Миш, отпусти меня к бабушке с дедушкой, а? Они, наверное, все глаза проплакали, думают, что ты меня уже давно съел. Миш. Ну кто же так может плохо думать о животных? А бабушка с дедушкой все вдаль смотрят. Машу ждут. Машенька, если я тебя отпущу, то кто же мне будет жарить пироги, рассказывать сказки, а? Ну хорошо, только тогда снести им ты сам пирожки, ладно? Ой, снести-то можно. А с чем пирожки-то? Наверное, с зайчатины. Ой, 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 ой. Что? О, ну что это такое? Ну как можно так говорить? Да. А охрана окружающей среды, а бережное отношение к животным, в том числе и к зайцам, правильно я говорю, Татьяна Кирилловна? Правильная риска. Прости, увлекся. Ну ладно, а с чем все-таки пирожки-то? С малинкой, с черничкой, с грибами. Хе, тоже очень вкусно, даже слюнки потекли. Только ты, Мишенька, не должен есть пирожки, ты их должен отнести бабушке с дедушкой, обещаешь? Ну какой же мне резон, нести пирожки бабушке и дедушке самому и попробовать, нет, не надо так. А когда ты вернешься, я напеку тебе еще вкуснее. Знаешь, Миш, я пойду, пожалуй, за корзинкой. Ну, давай. Вот, Мишенька, корзинка с пирожками. А я залезу на дерево и буду сверху следить за тобой. Ну, никакого доверия людям, то есть, медведям. Татьяна Кирилловна, а я должна залезть в корзинку, а сверху должна положить пирожки. А я не сумашеньку и пирожки в корзинке, да? Совершенно правильно. Сяду на пенек, съем пирожок. Оп, где пирожок-то? Не садись на пенек, не ешь пирожок. Ну, вот уже, уже и перекусить нельзя. У меня, между прочим, обеденный перерыв. Да? А бабушка с дедушкой плачут? Плачут. А слово кто дал? Ну, дал слово, держись. Правильно. Это верно. Долго терпеть-то? Да немножко, косолапый. Сейчас ты придешь в деревню, на тебя набросятся собаки, ты и бросишь корзинку. Ой, нет-нет, я в такие игры не играю. Татьяна Кирилловна, ну что это за сказка такая? Я хотел полакомиться пирожками, и мне не удалось. Но сказка-то все равно хорошая, Клюпа. Да сказка хорошая, но быть в шкуре медведя совсем не сладко. Пусть кто-нибудь другой попробует. Субтитры создавал DimaTorzok